Будущее в руках молодых ученых. Новую рабочую неделю губернатор начал с ответственного и почетного дела. Вручил свидетельство Ивановским ученым-победителям федерального конкурса на право получения президентских грантов. Всего в этом году грантополучателей четверо. Все проекты имеют отношение к химии. Три победителя представляют ИГХТУ, один – Институт химии и растворов. Юрий Марфин получил грант на изучение взаимодействия оптически активных соединений и возможность их использования в качестве органических светодиодов. То, как они влияют друг на друга, как это изменяет их спектральные характеристики и обуславливает возможность их применения в качестве органических светоизлучающих диодов, например, при производстве каких-то телевизоров новых поколений или диодов для каких-то более специфических видов использования, например, диодов для медицинской диагностики или для лечения тех или иных заболеваний, где подчас нужны источники света с очень специфическими характеристиками, не производимые на такой широкий рынок. На свои научные изыскания ученые, как и трое его коллег, получили 1 миллион 200 тысяч рублей на два года, то есть в год по 600 тысяч. Какого-то сверхпередового оборудования на эти средства не приобрести, но они существенно помогут в научной работе. Грант будет потрачен на то, чтобы поддержать моих аспирантов и студентов, потому что ни один грант сегодня наука такова, что нельзя выполнять в одиночку. Кроме того, он будет использован для посещения конференции. Вот уже в рамках этого гранта я буквально на прошлой неделе приехал с Менделеевского съезда химиков. Это одна из самых крупных международных конференций по химии, где представлял свои разработки. Ну и также грант будет потрачен на приобретение нового оборудования, на приобретение расходных материалов, необходимых для реализации проекта. Артур Вашурин представил проект разработки новых материалов, которые можно будет использовать в качестве сенсоров в умной одежде и других разработках. Если, например, эти сенсоры поместить в какие-то специальные устройства, они могут срабатывать и, например, давать водителям на телефон сигнал о том, что впереди пробка или о том, что впереди загорелся красный сигнал светофора, чтобы они сбавили скорость. Конкурс на право получения президентского гранта проводится с 2006 года. За это время его победителями стали 34 ивановских ученых. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.